Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в мою новую небольшую рубрику под названием Уютный домик, где мы будем рассматривать полезные, интересные и также увлекательные схемы с редстоуна без каких-то там либо модов или команд с помощью командового блока. Все что вам понадобится это обычные блоки с Майнкрафта, которые можно добыть простым способом. И ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Если мы наберем 500 лайков на этом видео, то я буду знать, что вам понравилась эта рубрика и буду выпускать как можно чаще видео на схожую тематику, потому что я думаю, что нужно немного сделать разнообразие. И что мы будем рассматривать в этой серии. В этой серии я, ребята, вам расскажу, как сделать офигенный стенд для брони, который будет меняться, передвигаться, то есть можно совместить три стенда в одном и том же месте. Давайте подробно рассмотрим. Мне кажется, это очень полезная вещь для тех же людей, которые просто-напросто любят играть в Майнкрафт. Да, в принципе, нет. Не только в одиночном Майнкрафте. Это даже на сервере можно сделать. Если честно, это очень красивая вещь и очень разнообразие. Вы сможете просто-напросто похвалиться своему другу, мол, друг, смотри, какую офигенную штуку я сделал. И давайте, ребята, я вам сразу же покажу. Вот выбрал я такой домик, который я сам построил, но я уже давно его построил. И вот в нем я сделал такую полезную штуку. Вот смотрите, как это все работает. Стоит у вас стойка для брони. Захотели, сняли бронь. Захотели, поставили. Это нужно удалить, потому что это не удалилось. Если вы хотите поменять стенд для брони, просто-напросто клацайте. Тот опускается, появляется другой. Давайте еще раз посмотрим. Клацаем. Алмазный опустился, появился железный. Еще раз. Еще раз. Они выпрыгивают. Один сползает вниз, в буквальном смысле, а другой выпрыгивает наверх и появляется перед вами. Ребята, это очень прикольно. Если честно, мне это очень нравится, потому что, да, вы, конечно, можете разместить вот так. Три стенда просто-напросто в ряд. И тут будет у вас железный, и тут золотой, а тут алмазный. Но все же, это рубрика «Небольшие схемы в Майнкрафт». Название «Уютный домик», которые просто-напросто вам помогут украсить дом и сделать вот эти схемы как можно меньше, да. То есть, они не занимают много места. Как видите, все, что тут занимает, это четыре блока высотой. Вы, наверное, спросите, а почему четыре? Потому что, смотрите, если мы поставим три, оно будет выпрыгивать, но будет биться. Если мы поставим вообще два, оно будет там стакаться, 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 и когда мы это все откроем, выпрыгнет сразу все броньки. Посмотрите, какой офигенный микс получился. Алмазные и золотая бронька. Но, чтобы этого не допустить, давайте я подробно вам расскажу, как это все работает, но запомните, что нужно четыре блока высоты. Давайте мы подробно это все рассмотрим. Как всегда, как всегда идет дождик. Все, что вам понадобится для постройки вот этого чуда, вот давайте даже вот тут посмотрим, вот, выпрыгивает, выпрыгивает и выпрыгивает. Все, что вам понадобится, это девять булыжника, пять редстоуна, два люка, один слаймовый блок, один стики-пистон, будем так, стики-пистон, и три стенда для брони. И также одна кнопочка и одна лестница. Это строится очень-очень-очень просто. Давайте, ребята, приступим. Ставим. Вот смотрите. Я не знаю, где-то дальше строите, или, в принципе, может даже вот тут. Давайте сразу же вот тут. Вот смотрите. Ставим стики-пистон. Ставим липкий поршень. Вот сюда. Ставим вверх. На него сразу же размещаем слаймовый блок. Дальше. Нам понадобится только пять редстоуна. Как это все работает? Смотрите. Сюда ставим один булыжник. Сюда ставим другой. Сюда ставим третий. Замечательно. Один, два, три, четыре, пять. Я обещал пять редстоуна. Больше нам не понадобится. Все. Но это тоже можно выкинуть, потому что это больше нам не понадобится. Дальше. Что мы делаем? Сюда. 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 Вот так, смотрите. В принципе, вот так это все получается. Вот тут один еще булыжник. Или какой-то, либо другой блок. В принципе, любой блок подойдет. Сюда ставим люк. Поставили люк. Замечательно. Дальше. На этот редстоун ставим еще один камень. Ну, еще раз повторюсь. Либо какой-то другой блок. Дальше. Сюда. Противоположно. Вот тут. Ставим еще. Тут, короче, должно получиться столб с четырех блоков. Но все же нам вот тут нужно будет его убрать. Да? Вот так. Тут один. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Почему семь? Потому что тут нам понадобится только семь. Но если вы используете вот тут, например, вот так, как подставка, да, чтобы это все выделить, то вам понадобится девять блоков. А если без этого вы просто-напросто ставите это все на пол, да, то понадобится только семь. Поэтому еще меньше затраты. Вот так. Давайте возьмем еще этот редстоун и поставим, потому что я его удалил. И сюда мы ставим, вот давайте сначала вот сюда. Вот, нет, в принципе, можно даже сюда. Еще один люк ставим, его убираем, потому что больше нам не нужно. Я обещал только два люка. И сюда ставим одну лестницу. И все. Сюда кнопку. И все. Это все построено. Давайте, ребята, мы сейчас рассмотрим сами вот эти стенды. Ставим один стенд. На него, допустим, давайте поставим железную бронь, да. Вот, ставим железную, железную. Нет, вернись, вернись. Так, это сюда один удаляем. Ставим железную, вот так. Ее удаляем. Ставим сейчас золотую. Это спускаем. Вот смотрите, это спускаем. Оно падает вниз. Ставим еще один стенд. Вот сюда. Ставим золотую. Спускаем. Замечательно. И сейчас ставим последний стенд. И его сразу же удаляем, потому что я обещал, будет только три стенда. Да, вообще, маленькие затраты. Это тоже сразу же удаляем. И все. Смотрите, как это выглядит со стороны. Как я обещал. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И тут плюс два. Если вы ставите не сразу на пол, а где-то, я не знаю, пол вы меняете, да, то получается девять. Один липкий поршень. Один слаймовый блок. Пять редстоуна. Два люка. Одна кнопочка. И три стенда для брони. А на стенды вы уже можете ставить то, что вам угодно. И смотрим еще раз, как это прикольно выглядит. Вот. Выдвигается железный, потом золотой, потом алмазный. И вот как у нас получается. Прям так, по мере роста. Железный, золотой, алмазный. И вот, ребята, как это все выглядит. Давайте мы еще раз сюда сбегаем и посмотрим. Ну, тут я уже все поломал. Потому что я показывал, что нужно именно четыре блока высоты. Если будет меньше, то тогда это все не будет работать. Повторяюсь еще раз, чтобы было ясно. Потому что многие могут забыть, да. И поставить, например, три блока высоты. А нужно все же четыре. Вот тут должно быть четыре. Так. Вот так. И вот тут вот так. Один, два, три, четыре. Вроде вот так. Да. Четыре. И все. И плюс. Оно прыгает. И вы можете менять вот это все как только вам угодно. Ребята, мне кажется, это реально будет полезная вещь. Я, если честно, буду ее даже сам использовать. Потому что я только узнал. Только понял, как это все делается. И вот маленькие затраты, ресурсы. Ресурсов маленькие. То есть, эта схема требует очень мало места. Еще раз повторюсь. Один блок и четыре блока высоты. Это, ребята, очень мало по сравнению с какими-то там глобальными большими постройками с Редстоуна. Ребята, еще раз повторюсь. Если вам все-таки понравилась вот эта рубрика. Если вы хотите больше что-то наподобие. Потому что, честно, ну, нужно отдохнуть от тех же сезонов. И нужно сделать что-то другое. И, в принципе, просто-напросто поучиться чему-то. Мне кажется, это будет действительно очень полезно. Поэтому, ребята, ставьте лайки. Еще раз повторюсь. Если мы набираем 500 лайков на этой серии. То я пойму, что такая тематика вам по душе. И буду выпускать тому подобные видео. И буду надеяться, что они вам будут нравиться. Ребята, я общаюсь со своими подписчиками. Все, что у вас требуется. Просто-напросто написать комментарий под это видео. С каким-то вопросом, советом, пожеланием. Я постараюсь прочитать твое сообщение, твой комментарий. Также постараюсь на него ответить. И просто-напросто с тобой пообщаться. Также я буду рад каждому новому подписчику. Я очень рад, когда на меня кто-то подписывается. Даже если ты сейчас не подписан, убедись, что подписан. Но если нет, то подпишись. Действительно, я буду очень сильно этому рад. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok